Я всех приветствую на своем канале Эльфам и Деньфам, и с вами Елена. В этом видео я возьму вас с собой на прогулку, но в этот раз в музей. У нас в музее архитектуры проходит выставка Playboy. Я была очень заинтригована, и, конечно же, мы сходили на эту выставку. Так что покажу вам, что у нас вообще в музее архитектуры, и так и саму выставку. Надеюсь, что вам будет интересно. Перед тем, как я вам покажу саму выставку Playboy, мне бы хотелось показать сам музей архитектуры, где она происходила, вернее, происходит до сих пор. На каждом этаже есть своя тема, выставлены макеты, как прошлых времен, так и исторических. Есть к ним также фотографии со всеми информациями, где это построено, как это построено, кем, какие были идеи. Чем они вдохновлялись, какие вообще ресурсы были. То есть масса информации, очень-очень интересно. Ну и потом сама провокационная такая тема, как Playboy, потому что архитектура существовала отдельно для Playboy. Я думаю, что ни одна такая, которая воспринимает Playboy как журнал с голыми девицами. Но вот меня очень даже удивило, что в журнале, во всяком случае, в прошлые времена точно, были вот такие вот разные статьи. Вот смотрите, Фидель Кастро, там же Сартр, Дали, всевозможные писатели. В общем-то, такие умные, серьезные ребята. И в таком журнале такие статьи. Меня это удивило, надо сказать. И было, конечно же, очень интересно, особенно для меня, как графического дизайнера, посмотреть эволюцию самих обложек Playboy. От чего все начиналось и к чему пришло. И, конечно же, скажу, что в самом начале было, ну, нагиша совсем мало. И все это продвигалось. Сейчас, конечно же, уже no limits, безлимитная, как бы, показуха. Не знаю, как сказать. Но, если честно, мне, конечно же, намного больше нравятся старые номера, где больше играла идея, где показывалось не совсем много, но, на мой взгляд, это намного интереснее, потому что, когда уже все показано, ну, неинтересно это. Поэтому дальше же, конечно же, была те архитектуры. Я вот тоже не знала, что, оказывается, самые знаменитые дизайнеры создавали мебель, и самые знаменитые архитекторы создавали дома для дебошей Playboy. Существовали специальные дома с хай-дизайном мебели и самих домов. Дома имели какие-то космические формы. Представить себе, что это было в 60-е годы, созданное, очень тяжело. Но на меня это произвело действительно впечатление. Ну, и в конце концов, я даже не знала, что бывали такие специальные дома. Так что, сама выставка произвела действительно на меня впечатление. Было мне очень интересно. И даже не ожидала, что с такой стороны, как бы, будут показывать Playboy. В конце видео я, конечно же, вам оставляю несколько влогов, ссылки на мои видео, которые я делала раньше. Там, где я вам показывала небоскропы Франкфурта, там, где я брала вас с собой на прогулку, показывала город, парк, показывала наши красивые магнолии весной. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам, до следующих встреч в новых видео. Всех целую, всем пока. Сейчас я вам говорила, что архитектура Франкфурта состоит из старинных и современных героги. Это же здание сдаёт в аренду 40-классное бюро. Характерной чертой этой башни является, конечно же, её заострённая крыша, как у пирамиды или карандаша. Нальюньфам и Тюньфам, и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось вам показать нашу весну. И, конечно же, моё любимое дерево, это дерево магнолии.